Добрый вечер, уважаемые телесрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня в гостях у нас народный депутат Украины Мустафа Наем. Добрый вечер, Мустафа! Рад видеть вас в очередной раз в нашей студии. Но перед началом нашей беседы хочу напомнить, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. Сегодня хотелось бы узнать ваше мнение, уважаемые телезрители, вот по какому вопросу. Окажутся ли виновны в пожаре в детском лагере «Виктория» на скамье подсудимых? Как обычно, у нас есть три варианта ответа. Если вы считаете, что да, так как резонанс этой трагедии не даст уйти от наказания, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы считаете, что нет, как всегда, откупятся. Звоните по телефону номер 728-01-71. Если же вы считаете, что окажутся, но стрелочники, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, Мустафа, я думаю, что и вы, и наши телезрители понимают из темы интерактива, что беседа будет наша в основном касаться той трагедии, которая произошла в детском лагере «Виктория». Но все-таки хотел бы начать нашу беседу сегодняшнюю немножко с другой темы. Поговорить о цели вашего визита. Знаю, что вы приехали с презентацией инициативы реальных дней. И поэтому хотелось бы, чтобы вы рассказали нашим телезрителям, что это за инициатива подробнее, если можно. Ну, на самом деле мы, это инициатива и наш тур сейчас, который мы, это уже девятый город, по которому мы ездим. Мы призываем сейчас всех к акции 17 октября, которая будет под Верховной Радой, с тремя требованиями. Наши требования, наши инициативы – это отмена депутатской неприкосновенности, помимо этого принятие закона об антикордационном суде и нового избирательного права. Дело в том, что сейчас у нас есть четкое ощущение, что все эти три законопроекта не хотят ставить на голосование. Я хочу… Соглашусь с вами, да. Более того, и тут не вопрос того, что мы там чуть что сразу выходим на протест. Мы сделали все, что от нас зависит. Мы зарегистрили законопроекты, мы блокировали трибуну, мы договаривались, пытались договориться с руководством парламента, с представителями различных фракций. И мы видим, что, тем не менее, это на поведение дня не ставится. Этому палку ставят и президент, и руководство Верховной Рады. Другого выхода, кроме как попросить извне помочь депутатов, вежливо попросить, чтобы они проголосовали, мы не видим. Поэтому 17 октября, 9.30, мы собираемся под Верховной Радой. Сейчас наша инициатива реальных дней занимается тем, что мы ездим по всем регионам, пытаемся объяснить, зачем это надо, почему это нужно и что это даст людям конкретно. Помимо этого, у нас есть инициатива, которая будет касаться не, знаете, там, где-то киевских историй, а конкретных на местах. И для Одессы это очень-очень актуальный проект, мы его назовем «Антикоррупционная карта ремонтов». Мы научились на примере двух областей, Житомирской и Киевской, находить объекты, на которые выделяются деньги на ремонт, находить подрядчиков. И через инструмент уголовных дел, обращение в суды, правоохранительные органы и местные органы власти уже научились контролировать, где что ремонтируется. И уже даже есть успешные кейсы, когда мы заставляли подрядчиков ремонтировать дома, больницы и школы. Сейчас мы эту карту разворачиваем на всю страну. Я надеюсь, что у нас в ближайшем будущем уже будет, как минимум, еще три области, в которых мы развернем эту карту и покажем реальный результат, как граждане на местах могут контролировать ремонты. Сегодня мы были уже в Одессе, встречались со студентами, встречались только что, пришли встречать с гражданами. Я, честно говоря, обудивлен, потому что у нас уже есть координатор, который будет заниматься в Одессе этим. То есть встреча была результативной. И у нас есть также координатор, который будет заниматься 17 октября. Вот, собственно, с чем мы приехали. Открыты полностью все контакты в интернете. Присоединяйтесь. Наша задача – создать эти команды, которые могут реализовать реальные проекты. Я думаю, даже более того, я уверен, что многие люди поддержат эти инициативы. Почему? Потому что это одни из основных требований, из-за которых, собственно говоря, и организовывался Майдан. Если вы помните, вернее, даже как вы можете не помнить, вы знаете, это лучше меня. Основные требования – это была, конечно же, евроинтеграция, борьба с коррупцией и отмена депутатской неприкосновенности. Так вот, что я хотел у вас узнать. Когда, как говорится, что-то пошло не так? Ведь это были основные требования Евромайдана. И люди с этими надеждами поддержали Евромайдан. И, в принципе, депутаты были готовы якобы, по крайней мере, на словах, отменить депутатскую неприкосновенность изначально. Бороться с коррупцией тоже готовы были все. И немножко тема с антикоррупционными судами уже возникла потом. Тем не менее, вот когда что-то пошло не так? Почему эта инициатива, скажем так, запоздала на несколько лет? Это не инициатива запоздала. Просто мы были слишком наивными. Мы думали, что если Петр Алексеевич уходит на трибуну и говорит, что он снимет депутатскую неприкосновенность и примет закон про пропорциональные списки, отменит мажоритарку, то, что написано в программе президента, в программе партии. Если об этом говорят самые большие фракции в парламенте, если об этом говорят их лидеры, то мы думали, ну, наверное, раз это даже записали в коалиционной соглашении, наверное, они правы, надо подождать, может быть, время. Мы же ждали, мы зарегистрировали один законопроект по антикоррупционному суду в феврале, не принимают. Мы зарегистрировали по неприкосновенности, почему-то блокируют. По выборам давно уже висит законопроект, и никаких инициатив президент даже об этом не упоминает. Поэтому я думаю, что пошло все не так в тот момент, когда они почувствовали опять силу. Когда вы, если вы помните, первые где-то полгода Майдана, мне кажется, что в парламент можно было внести что угодно, и они бы приняли. Совершенно с вами согласен. От страха. Да, от страха, действительно. Значит, пропал страх. Перед чем был страх? Ну, честно. Перед людьми. Перед людьми. Окей. Успокоились люди, стали бы они менее злыми? Нет. Стало ли намного лучше? Нет. Стало лучше, но не намного. И мы понимаем, что основные требования не выполнены. Это что означает? Скажем так, стало лучше, но не всем. Не всем, да, это понятно, это отдельная история. Значит, если они от страха это выполняли, люди не перестали злиться, они ничего не делают, значит, им просто надо напомнить этот страх. А есть вероятность очередного Майдана, как вы считаете? Не перерастет ли это акция? Было бы некрасиво с моей стороны как-то прогнозировать такие вещи. Майдан – это же не, знаете, не акция по заказу. Это воля и желание людей. Это готовность людей последовательно, да, стоять долго и требовать чего-то. Я не думаю, что сейчас есть такая готовность. Я не думаю, что сейчас есть такой уровень протестных настроений. Но у меня другой вопрос. А нужно ли каждый раз через Майданы проходить? Может быть, есть возможность делать прививки такие? Да, мы же заставили их снять неприкосновенность с пяти депутатов, которых поймали на взятках. Заставили. Как? Мы вышли на улицу. У нас было немного. Тысячи, может быть, больше. Если есть такая возможность, давайте будем это делать. Значит, надо регулярно приходить к каким-то количеством людей. И напоминать им, что, ребята, мы есть, мы помним, вы это обещали, сделайте. Один раз, второй раз, третий раз, 17-го, 18-го, 20-го, потом еще раз. Это вопрос контроля. Мы будем делать все внутри парламента. Я там обязуюсь, что я буду блокировать трибуну в случае, если приходят люди. И мы действительно видим этот результат. Что мы будем требовать и договариваться, пытаться договариваться. Тут не только протесты. Если есть какие-то компромиссы, давайте их озвучим хотя бы. Сейчас же нам просто говорят в лицо, извините, не будет. Поэтому ждем и 17 октября собираемся, требуем. Если не получится, будем еще и еще раз это требовать. Вот и все. Понятно. Ну, я, честно говоря, вообще за эволюционный путь, а не революционный. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы обошлись вот такими прививками, скажем так, намеками. И было бы достаточно. А еще лучше, если бы люди слышали друг друга в парламенте, да, когда выступаешь в трибуны. И понимали, собственно говоря, за что боролись. Лучше, чтобы они просто помнили, что не обещают. Это точно. Это точно. Короткая память очень у наших депутатов. Мустафа, ну, дело в том, что помимо презентации инициативы, вы сегодня еще присутствовали на заседании Одесского апелляционного суда. И сегодня по решению этого суда воспитателя детского лагеря Виктория, Наталью Янчик, если я не ошибаюсь, освободили из-под стражи. Я считаю, что это действительно такое справедливое и правильное решение. Вопрос в другом. А зачем ее надо было отправлять в СИЗО? Вот какую угрозу или опасность она представляла и для кого? Или это просто вот поспешили, так сказать, назначить виновных? Ну, смотрите. Во-первых, я считаю искренне, что прокуроры, которые принимали решение, требовали такую меру пресечения, должны понести наказание. Даже не ответственность, должны быть наказаны. Вдумайтесь просто в этот маразм. Прокуроры требовали для нее меру пресечения в виде содержания под стражей, без права внесения залога, без домашнего ареста, на том основании, что они думали, что она повлияет на следователей, то есть на свидетелей, на следствие, либо сбежит. Теперь мы давайте посмотрим, о ком идет речь. Это воспитательница, которая 22 года, она сирота, у нее нет друга, ни министра, ни прокурора, у нее нет денег, то есть она реально живет за зарплату, она только вот сейчас уволилась. У нее нет загранпаспорта. Куда бежать? То есть прокуроры даже не проверили, есть ли у нее загранпаспорт. Но пришли в суд на голубом глазу, требуя у нее посадить. И они добились, и суд посадил, отправил под стражу. Человек 7 дней находился в СИЗО, в камере, в которой не было окон, в эту погоду. А теперь прокуратура сегодня приходит и говорит, знаете, не нормально, можно отпускать. Вопрос, вы идиоты? Ну, что в голове у этих людей? Причем стоит и нормально на полном глазу говорит, ну да, они проверили паспорт, извините, и так получилось. Почему это случилось? По той простой причине, что на тот момент нужно было что-то бросить в общество, сказать, что вот мы такие бескомпромиссные, и посадить кого-то. И вот они нашли девочку. Но они не проверили весь бэкграунд. И я думаю, мне теперь интересно, как они будут выходить из этой ситуации. Дело в том, что Наталья, а, уволилась с этого лагеря. Просто она физически уволилась. Б, она не имеет никакой квалификации, никакого отношения к пожарной безопасности. Приказ, который был подписан, подписан со всеми нарушениями. Ей не провели никого инструктажа. Более того, когда она уже обнаружила, что ей хотеть повесить это, это же не то, что она там, это зненатская, знаете, оно случилось, когда пришли к ней проверкой. Такая проверка установила перечень нарушений. Из 10 пунктов, по-моему. Так вот, точно такие же пункты были в 16-м году. То есть, лагерь более полутора лет находился в таком состоянии. Пожар мог случиться в любой момент. Дальше что произошло? Значит, эти нарушения она приняла. И она пришла к лагерю и говорит, слушайте, я не хочу платить за это штраф. Я не знаю вообще, о чем речь. Увольте меня. И написала заявление. Они сказали, нет, пока не заплатишь штраф, мы тебя не увольняем. Она уволилась, положила на стол замгендиректору свое заявление и ушла. Замгендиректор или кто-то заплатил штраф. За нее подписавшись, говорит Наталья Янчик. Ну, это же бред. И в итоге она оказалась в СИЗО. Ну, вот как бы обстоятельства. Я неспроста спросил об этом. Мы чуть позже продолжим эту тему. Сейчас дело в том, что есть телефонный звонок. Ситуация из ряда вон выходящая. Давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу всей душе сказать спасибо нашему гостю, что вы помогли этой девочке. И выйти из СИЗО. Потому что я, как мастер, тоже здесь, в таком возрасте. Я очень переживала за нее. Читала постоянно информацию. Потому что, как всегда, наш мэр считает, что виноваты стрелочники. И пытается отгородиться. А я считаю, что это его вина. И уже многие об этом говорят, что он, как нормальный человек, как мужчина, должен был просто убивать ставку. Когда случилось такое, именно в этом лагере, где он постоянно пиарился, пел какие-то песни. Ему кричали спасибо действу. Вот пусть все. Как можно было. И теперь он сидит и говорит, виноваты те, которые не проверялись. Что ж ты вообще, где ты был, если ты говорил, что это лучший лагерь вообще на Украине. А теперь он уже не все слова не говорит. Вы понимаете, и уже выдвигают какую-то версию с ними, что это специально сделали поджог, чтобы ему навредить. Но это вообще какой-то акцент. Я не понимаю, как мужчина может вот так себя вести. Это не мужской поступок. Поэтому спасибо вам большое, что есть еще у нас депутаты, мужчины, которые могут защитить девушку, помочь ей. Вот именно правду в ком-то еще для нее. Ну вот как ей освободиться из вот этих вот корзонных схем. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам тоже за звонок и за ваш вопрос. Я считаю, действительно, очень важный. Как бы вы ответили на него? Ну, вопроса не было. Есть, ну, я имею в виду, я, может быть, он так прозвучал, скажем так, не совсем явно. Я его перефразирую. Есть ли какая-то ответственность, может быть, не криминальная, не уголовная, а хотя бы политическая, руководителя города? Я понимаю, что он не пожарный инспектор, и он не... Надо четко расставиться на свои места. То есть говорилось об отставке, да? Или, скажем так, как в цивилизованных странах происходило? Лагерь был сдан в эксплуатацию. Первое. Кто-то проверял этот лагерь на предмет пожаростойкости или там пожарной безопасности, пожарных норм. Тот, кто проверял, очевидно допустил ошибку, что допустил начало эксплуатации лагеря. Это первый человек, который виной. Очевидно. Я не знаю, кто это. Надо было это установить. Второе. Кто-то в этом лагере устанавливал эту пожарную сигнализацию, пожарную систему пожаробезопасности. На это было потрачено 11 миллионов гривен. В то время, как мы знаем, что, например, один блок сигнализации на один корпус стоил 15 тысяч гривен. То есть на пять корпусов, которые сгорели, это 75 тысяч гривен. Ну, математика простая. Вот стоимость этой трагедии, да, цена. Кто потратил, как потратил. И вот тут уже вопрос к мэрии. Пожалуйста, документацию. Как проводились тендеры? Кто их подписывал? Кто принимал эти работы? Принимал ли их директор лагеря? Или это принимал кто-то из сотрудников администрации? Далее. Если есть какой-то заместитель, я сейчас не называю никаких фамилий, заместитель мэра, который так или иначе вмешивался в эту работу. Или давал какие-либо указания по тендерам, по запуску лагеря и по этой ситуации. Или, например, есть ситуация, что кто-то из заместителей лагеря знал, или заместитель мэра знал, что такая ситуация в лагере есть с пожарной безопасностью. Я требую, чтобы следователи допросили и узнали. Потому что, по моей информации, в администрации знали, что есть такие нарушения. И, по моей информации, была просьба от мэрии, от конкретных чиновников, МЧС, дать им еще три месяца на приведение все в норму. Все эти люди должны понести наказание. Что касается господина Труханова. Геннадий Труханов, это человек, который сейчас может, сегодня и сейчас, вот здесь, еще раз обращаюсь уже, не в первом эфире. Откройте линию, или откройте сайт, на котором просто выложите все эти документы. Ничего больше не надо. Просто выложите документы. Кто сдавал, кто принимал, как это происходило, на каком этапе, кто нарушил закон. Или, если не нарушил, просто покажите документы. Разберутся и активисты, и журналисты, и люди. Они имеют право на это. Если это не происходит, у меня вопрос. Кого мы покрываем? Почему это не происходит? Это публичная информация. Рано или поздно мы ее достанем. Но рано или поздно она появится. Есть следователи. Есть запросы. Она уже появляется. Понемногу появляется эта информация. Поэтому я считаю, что господин Труханов должен понести ответственность. Политическую поступку, поскольку это случилось в его городе. И мне кажется, его молчание и его нежелание открыть эту информацию, она только против него работает. Есть ли это его сотрудники или его замы, например. Я думаю, что ему правильно было сейчас четко понять, что этих людей нужно спокойно предавать правосудию и не пытаться их покрывать. Вот, собственно, и все. Мы поговорим об этом. Почему? Потому что я специально распечатал те документы, которые появились уже в открытом доступе. Я вам покажу их. Они есть и на сайтах разных средств массовой информации электронных. И специально взял, чтобы не быть голословным. Но один момент, что касается все-таки вот этой девушки, которую благодаря, собственно говоря, и вашей инициативе, и вашей помощи сегодня отпустили из-под стражи. Все мы прекрасно помним советские времена и советскую правоохранительную систему, когда приговор должен был быть только обвинительный. Потому что в противном случае, говори, как же сработали следственные органы, как же там и так далее по цепочке. Вот сейчас, по большому счету, ни за что отправили эту девочку в СИЗО. Слава Богу, что она всего лишь пробыла там 7 дней. Хотя и это колоссальный шок и стресс для любого нормального человека. Как вы считаете, понесут ли какое-то наказание, будет ли какая-то ответственность этих людей, из-за которых она туда попала? Я бы очень хотел. Я думаю, что сейчас просто... Смотрите, тут очень простая история. Мы, очевидно, за этой ситуацией будем следить в дальнейшем. И что касается документации по лагерю, что касается виновных, если они будут установлены, что касается следствия. Я отдельно хочу обратиться к дисциплинарной комиссии прокуратуры, чтобы они проверили, насколько это было правильно. Когда Наталью, по Наталье уже будет решение суда конкретно уже, и она сможет обратиться сама, ходатайся по нарушению ее прав, по незаконному удержанию и по конкретным нарушениям, которые были в отношении нее. Я бы ей советовал дойти до Европейского суда по правам человека. Ее сегодня держали в клетке, например. На ком основании? Вот простите, почему? Почему у нас, извините, депутат Розенблат, который берет взятки, ходит на улицы и ходит на курорты, а девушка, которой 22 года, просто, ну, сирота, которая просто подписала документ, да, не украв ничего, просто, да, совершила халатность, но она сидит в клетке, а до этого сидит в камеру без окон. На каком? Ну, почему? Где это вообще, эта справедливость? Вот зачем такие вещи делать? Мы что, забыли в радиовку? Зачем нам опять людей провоцировать на какие-то действия? Поэтому мы будем требовать, чтобы эта справедливость была установлена и те люди, которые были причастны к этому, потому что, если бы они еще понимали, но сегодня прокурор просто на задании суда, когда он встает и говорит, ну, мы, говорит, а почему, зачем вы ее задерживали здесь 7 дней? Почему вы не пришли к суду первой инстанции? Говорит, ну, выходные же были. Вот так вот. То есть у них были выходные, а она сидела в камере, а им говорят, ну, подождите, выходные, ладно, а потом чего? Ну, вы знаете, нам нужно было удерживать, чтобы получить сведения. Ребят, вы чего? То есть открытым текстом прокурор признает, что у них методы взять, арестовать, посадить, чтобы получить сведения. Ну да, и еще хорошо, что хоть не пытали. Понятно. Ну, это, я же говорю, это абсурд какой-то. Есть телефонный звонок, давайте послушаем вопрос от телезрителей. Добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Да, мы слушаем вас. Хотелось бы, вот меня беспокоит один вопрос. Он уже звучал в эфире, но, пользуясь тем, что мы с Топаноем, хотелось бы узнать его мнение. Почему президент совсем не отреагировал на вот эту трагедию нашу в лагере Виктория? Не высказал ничего, свое отношение. Про Туханова все понятно, но почему президент промолчал и не отреагировал? Ну, слушайте, я думаю, что со стороны президента малодушно, учитывая, что он был в этом лагере, насколько я понимаю, и принимал участие в какой-то открытии. Мне кажется, с его стороны это некрасиво, малодушно, но тут еще есть политический момент, который совсем плохо пахнет и некрасивый. Он заключается в простую вещь. Если вы помните, когда был мусорный скандал во Львове, когда включились все, президент, генеральный прокурор, парламентская фракция, премьер-министр. И был дикий, просто да, вот эта истерика, которая была. Я не оправдываю господина Садового, но что здесь происходит? Почему мы все молчим? Почему? Где вот эта вся риторика? Объясняли тем, что президент был на Генеральной Ассамблее ООН. Потом он поехал в Канаду. Стоп, 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 стоп. Это кому они объясняли? Матерям погибших детей? Это второй вопрос. А он там что ехали? Они все вместе уехали? Со всей фракцией, с премьером, с генпрокурором? Нет же. И второй момент. Но мы же понимаем, почему это произошло. По одной простой причине, что господин Труханов поддерживался администрацией президента на выборах. Вот и все. Господин Ковальчук, это человек, который ввел переговоры с Геннадием Трухановым, и, очевидно, они поддерживали его. Мне кажется, когда идет речь о смерти граждан, вот такая политическая конъюнктура, но она циничная, это уже не просто молодушь, это такая трусость неправильная. Я по-другому за это не могу. Немного о деталях. Я не буду сейчас все факты приводить, потому что это долго, наверное, да и, может быть, и не следовало бы это сейчас разбирать в нашем эфире. Тем не менее, в последнее время, вот то, о чем вы говорили, да, всплывают все новые и новые факты о каких-то многочисленных нарушениях при строительстве вот этих корпусов в детском лагере «Виктория». И я хотел бы, чтобы вы прокомментировали и разъяснили, что эти факты могут означать. Например, то, о чем я говорил, вот я распечатал, можете взглянуть, хотя, я же говорю, детали здесь сейчас не важны, да. Вот стало известно, что декларации на начало и окончание строительных работ в лагере зарегистрированы в городском ГАСКе в мае 2017 года. Вот даты сейчас здесь интересны, да. То есть, вы знаете, перед началом строительных работ подается декларация. Вот они зарегистрированы на начало и конец мая. Начало строительных работ и конец мая, окончание строительных работ. Вопрос первый. Неужели можно в течение одного месяца выполнить такой объем работ? Ну, мне важно сказать, потому что тут документы, они говорят про то, что, ну, какие-то специфические работы. Да. Это, что касается, опять же, пропитки. Потом пропитки противопожарным составом. То есть, что они выполнили работу за этот период, это работа вогнезахисного оборудования и использования вогнезахисной речевины. То есть, они оборудовали эти конструкции конкретною речевиной. И это стоило 1 миллион, так? Правильно? 1 миллион гривен. Да, да, да. Больше миллиона гривен. Да, там. Есть конкретный замовник, есть конкретный виконавец. И есть конкретная особая посадка, посадка. И там акт приема этих работ, да. Ну, смотрите, ну, возможно, и можно. Я не знаю, это требует, дякую за документом, подивимось, что это можно сделать. Но главное, что тут есть конкретная сумма, которая была витрачена за гроші. Я хотел бы побачить, кто подписался под этим. И что это за виконавец и подрядник? Чи действительно это незалежный подрядник? Чи выиграл он тендер, например, на эту работу? Чи он просто был призначен за какой-то процедурой? Ну, треба дивитись. Спасибо за комментарий. Есть телефонный звонок. Давайте дадим возможность телезрителям задать вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно говорить? Да, да, мы слушаем вас, конечно. Добрый вечер, Сашенька и Мустафа. Я хочу поприветствовать его, потому что он, в общем-то, живет в Киеве, приезжает сюда. Я за его деятельностью, я немножко старше его, наверное, может быть, два раза даже, и слежу за ним. И очень доволен, что все-таки он есть. Очень ему сочувствую, как он, как человек, на мой взгляд, порядочный, может сидеть среди тех большего количества, которые я не могу сказать, что они похожи на него. Он совершенно другой. Поэтому я понимаю, что он должен сидеть, потому что он может что-то сделать. И, во-первых, я хочу поблагодарить его за то, что он нашел мужество и заступился, так сказать, и поручился за эту, ну, она не ребенок, но за девочку, которую... Ну, это просто ошибка. Я юрист 50 лет уже. И такого генерального прокурора, извините, который работал в СКБ, или там что, это глупость. Вы не имели права, вы не должны были допустить. Должен быть профессионал. Еще в 13-м году прошлого века было сказано, что на этих должностях юрист, это должен быть... Вы сейчас учитесь, я слышал, я знаю об этом. Это должен быть человек, который должен понимать, что он будет делать. И вообще в Раде должно было быть процентов 60-70 юристов писать законы, а не ковырять носу, извините за выражение. Извините, конечно, я так говорю. В общем, короче, спасибо вам, что вы сделали то, что для Одессы положено. Но вы видите, что в Одессе делается, это страшно. У нас был не лет 5-7 тому назад человек, который открыл окно в Европу, а его закрыли, и пошло дальше, дальше, дальше. Все, спасибо. Понятно, да, спасибо. Спасибо за вопрос. Как бы вы ответили, вот... Ну, смотрите. Или скажем так, как вам сидится с остальными депутатами в Европной Раде? Как с ними находиться? Я думаю, что много из наших телезрителей ездят в общественном транспорте. Каждое утро, да, там, ходя на работу, кто-то сидит в троллейбус, в трамвай, в автобус. Не всегда там есть хорошие люди. Не всегда все чистоплотные. Не всегда нам нравятся эти люди. Есть и карманники там. Есть и карманники, да. Есть и воры, есть, наверное, еще какие-то люди хорошие, плохие. Ну, а у каждого человека есть своя цель, своя работа. Выйти, сесть в автобусе, доехать до какой-то такой остановки. Если при этом есть какая-то коллективная работа в этом автобусе, да, там, билеты друг другу передает, контролер есть. Ну, окей. Но это же не значит, что каждый гражданин, садишься в этот автобус, отвечает за всех граждан на этом автобусе. Так и я. Да, очевидно, что я нахожусь в Верховной Раде. Там есть разные люди. Есть хорошие, есть плохие. У меня есть моя цель, моя работа. Я ее выполняю по стоку, поскольку я, как я ее вижу. Я иногда ошибаюсь, не спорю, что я тоже ошибаюсь. Но выйти из автобуса только потому, что там есть плохие люди, ну, это детство, мне кажется. С одной стороны. С другой стороны, я уже и так потратил много сил, энергии, ресурсов каких-то в плане репутации, да, и так далее, чтобы сейчас бросать на пол дороги. Нет, я дойду до конца. И если так получится, что для того, чтобы добиться какой-то цели, там, политической или цели выполнения каких-то моих обещаний, мне нужно будет выйти из парламента и другого выхода не буду. Я это сделаю сам. Но точно не под давлением их или не под давлением, там, лидеров фракций. Спасибо. Спасибо за откровенный ответ и за такую понятную четкую ассоциацию. Я думаю, действительно, как говорится, все стало понятно сразу. Вы знаете, много вопросов по Виктории. Честно говоря, не хотелось бы мне посвящать всю программу этой теме, потому что есть еще вопросы и темы, о чем хотелось бы поговорить. Скажем так, подводя черту под этой темой, как вы считаете, вот мы сегодня даже интерактив такой наподобие, да, темы интерактива и варианты ответов сделали. Вы как считаете, вот реальные, виновные в трагедии в детском лагере Виктории окажутся на скамье подсудимых или нет? Смотрите, я не генеральный прокурор, даже не прокурор области. Я могу сказать, что можно сделать, чтобы это случилось. Первое, не забывайте об этой трагедии. Вот сегодня все порадовались за девушку, которая вышла на свободу. Я уверен, что половина людей завтра проснется, забудет об этой трагедии. И, к сожалению, у нас так память устроена. Я обращаюсь к активистам, к журналистам. Не забывайте об этой трагедии. Вспоминайте хотя бы какую-то периодичность, чтобы мы понимали, что они тоже боятся, что это на слуху. Что я могу сделать с этой стороны? Во-первых, я сейчас готовлю большой пакет запросов и в мэрию, и в прокуратуру, и в другие органы, в том числе МЧС, чтобы понять общую картину и получить информацию. Более того, я предлагаю, чтобы мы вместе с активистами, я сейчас думаю, как это сделать. Если кто-то есть, кто-то хочет помочь, пожалуйста, напишите мне в Facebook. Что, может быть, мы создали небольшую группу координационную, которая бы собирала всю информацию в одну точку. На одном сайте, где каждый мог зайти и посмотреть всю информацию. Единственное, что может нам позволить и помочь этих людей привести к ответственности, это публичность, настойчивость и открытость в плане обращений и в плане указывания, кто конкретно должен быть допрошен, обвинен и так далее. Другого варианта не вижу. Что касается парахонитных органов, я обращаюсь к Юрию Витальевичу Луценко, я сегодня обещаю ему письменное обращение, чтобы это было корректно. Пускай он возьмет под собственный контроль. Я надеюсь, что у него хватит мужества все-таки, в данном случае, найти виновных, а не стрелочников. Ну, будем на это надеяться. Вот, кстати, о Юрии Витальевиче. Дело в том, что сегодня, как оказалось, Одессу посетил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Но, судя по всему, инкогнито. Почему? Потому что, по крайней мере, встречи его с представителями прессы не было. А откуда информация, что он посетил? Ну, есть информация, скажем так, и я надеюсь, что она достоверная. У прессы накопилось много вопросов к генеральному прокурору Украины. Я имею в виду представителей прессы Одессы. Причем это не только касательно лагеря Виктория, но и других в том числе. Вот, как вы считаете, или не знаете ли вы, с какой целью он посещал Одессу? И самое главное, почему, собственно говоря, он избегает общения с прессой? Ну, я не думаю, что он избегает общения с прессой. Возможно, были какие-то, я не знаю, просто, честно говоря, какие причины поездки. Я тоже, потому что... Я могу... Ну, Юрий Витальевич Луценко, это не тот человек, который, знаете, избегает общения с прессой или избегает дополнительного освещения своей деятельности. Поэтому тут, наверняка, были какие-то специфические причины, если он действительно здесь был, по которым он не захотел, чтобы в этом узнали люди. Может быть, мы вскоре узнаем какие-то, не знаю, расследования. Правда, честно говоря, мне очень сложно понять такое поведение генерального прокурора. Я не могу его объяснить. Я понял. Я не взялся в это. Я понял. Вы просто, наверное, тоже даже не знали, что он был здесь. Я не знал. Если бы я знал, я бы наверняка как-то инициировал, чтобы он помог в этом деле, чтобы он действительно приложил какие-то свои усилия. Ну, я же говорю, по крайней мере, многие представители прессы тоже надеялись и пообщаться, задать вопросы. И, повторюсь, это не только касалось детского лагеря Виктория. Еще одна тема, которая волнует многих в Одессе, это те общественники, а вернее сказать, псевдообщественные, псевдопатриотические организации. Они действительно общественные организации, но не совсем патриотические, скажем так. Я буду называть вещи своими именами. Речь идет о РГБ, это Рада Громадской обеспеки. Я не знаю, в курсе вы или не в курсе. Эта организация совершала нападение на телекомпанию «Круг». Были у них такие действия. Эта организация не раз была замечена, ну вот, как сейчас принято называть, кошмарят бизнес, да, то есть они занимались там лотомаркеты, потом сейчас вот какие-то там винные магазины. То есть, в принципе, война с какими-то коммерческими структурами, коммерческими предприятиями. Ну и вся эта война с таким нехорошим душком. Руководит организацией Марк Гордиенко. Не знаю, может вы слышали об этом, может быть нет. Я так в общих чертах описал. Вопрос в чем? Я думаю, что, ну, такие организации, такие действия не могут вытворять, прямо скажем, да, самовольно. Наверняка эти организации кто-то курируют или, как принято говорить, крышуют. Как вы считаете, кто эти люди, кто может этим заниматься? Я правда не знаю о конкретных действиях, конкретных организаций, о которых вы говорите. Но я думаю, что действительно, если какие-то такие вещи происходят, они происходят регулярно и системно. И если за это нет никаких наказаний и нет даже там какого-то резонанса в правоохранительных органах, наверняка есть какая-то договоренность или наверняка есть какое-то этому объяснение политическое. Я готов об этом говорить, когда я буду знать более конкретно, пока мне очень сложно объяснить эту историю. Я понимаю, что происходит с мэрией, да, там, с муниципальной охраной, которая действует и избивает людей. Тут я понимаю, что происходит, тут не надо ничего искать, понятно, кто ими занимается, кто их курирует. А в данном случае мне сложно сказать. Понятно. Тоже спасибо за откровенный ответ. Я думаю, что эта информация тоже есть в открытом доступе много, и при желании вы с ней сможете ознакомиться. Возвращаясь к нашей мэрии, кстати, вы, так сказать, в тему перехватили инициативу. Что касается муниципальной охраны. Опять же, последняя сессия, которая, можно сказать, не состоялась, или, по крайней мере, полноценно не состоялась, потому что она была прервана и заседание было перенесено, причем с такой формулировкой интересной, на неопределенное время. То есть мы не знаем, когда эта сессия закончится. Было это все связано с тем, что на Думской площади возле мэрии были волнения. Люди собрались, кстати, одной из причин был трагедия в детском лагере «Виктория». И тогда в очередной раз наша городская власть отгородилась от людей несколькими кордонами. Опять полиция, опять муниципальная охрана. Опять в сессионный зал не могли попасть ни общественники, ни политики, ни простые граждане, которые, возможно, хотели туда попасть, в том числе и, простите, не генерального прокурора Одесской области, пустили туда после пререканий на входе. То есть его тоже сразу туда не пустили. Так вот, как вы считаете, насколько правомерны действия, ну, скажем, в конкретном случае, муниципальной охраны? Слушайте, мы уже об этом говорили в прошлый раз. Да, и я, честно говоря, удивлен, потому что мы говорили с господином Трухановым после заседания сессии в коридоре, где он пообещал, что такое не повторится. Вот. Вот интересно. Поэтому в развитии темы вопросов. И мне, честно говоря, странно, я не хотел об этом говорить публично, но я уже в Одессе, я могу об этом говорить, да, что действительно мы встречались. Тогда после сессии он вышел, мы с ним разговаривали, и он сказал, что такого нет, это неправда, в Одессе всех пускают. Вот. И я знаю, что после этого было избиение наших активистов, в том числе главу нашей ячейки в городе Одесса. А самое главное, что мы видели, что не пускают людей. Я вам скажу, что у нас есть два города, в которых такое творится. Это вот Одесса, и мы вчера были в Харькове. Тоже самая история. Ну, что можно сказать, да, для меня это смешно, потому что в прошлый раз, когда я приезжал, они убрали все, и было чисто и аккуратно. И какая-то такая показуха. Ну, окей, приеду на следующую сессию, давайте посмотрим. Я надеюсь, что в следующей сессии у нас будет какая-то информация и по Виктории, и мы сможем более жестко сделать заявление о том, что происходит с сессией. Опять-таки, я не хочу вмешиваться в дела города, не буду этого делать никогда, но когда это касается журналистов, активистов и справедливости в отношении конкретных людей, которые хотят сделать или назначить виновными, я буду вмешиваться в народный депутат. Не хотелось бы, конечно, чтобы Одесская сессия или сессия Одесского городсовета проходила по закону или там по правилам только при контроле народных депутатов. Понимаете? Ну, вы хотите что... Надеюсь, что как бы это была единичная история, за это должны поесть и наказания конкретные люди. Я надеюсь, что глава Управления национальной полиции в области господин Головин тоже обратит на это внимание и скажет какие-то свои понимания в ситуации, что будет вообще происходить и как будет расследоваться дела. Кстати, хотел у вас узнать, не знаю, может быть, вы тоже не владеете этой информацией, а в других городах Украины есть подобные организации, как муниципальная основная? Да, есть такая же история в Харькове, есть такая же история в Днепропетровске. Вот мы сегодня ехали с нашими активистами, есть даже идея, может, давайте как-то вместе эти города объединить этих активистов, подадим какой-то единый иск в суд с тем, чтобы оспорить решение Горсовета о создании такого коммунального предприятия. Ну, потому что оно абсолютно беззаконно, да? Нету закона такого. Мы сейчас думаем, потому что, опять же, это ресурсы, это люди, это юристы. У меня этих ресурсов не безграничны, и время не безграничны. Если мы найдем местных, обращаясь к Одесситам, юристов, которые готовы нам в этом помочь, пожалуйста, напишите. Мы готовы координировать эту работу, готовы подавать свои заявления как депутаты, готовы публично об этом говорить, но нужны юристы, которые могут прописать этот иск и за ним следить дальше в судебных станциях. Что ж, спасибо большое, Мустафа, и за откровенный ответ. Какой результат опроса? Обязательно. Я его обязательно объявлю, и вы будете тоже его знать. На самом деле, есть еще у меня масса вопросов, причем не только касательно Одессы, но и таких, знаете, государственного масштаба, скажем так. Но, к сожалению, время нашей программы ограничено, оно уже истекло. Напоминаю и вам, и телезрителям нашим, что, во-первых, сегодня мы хотели узнать у вас, окажутся ли виновные в пожаре в детском лагере «Виктория» на скамье подсудимых. Как обычно, три варианта ответа у нас было. И всего лишь, Мустафа, 7% телезрителей считают, что да, резонанс трагедии не даст уйти от наказания. Всего лишь 7%. Давайте вот с этими 7%. Остальные, сейчас я закончу с остальными, а потом дам возможность вам прокомментировать. 31% не верит, они ответили нет, как всегда, откупятся. И 62% телезрителей считают, что окажутся, ну, стрелочники. Ну, смотрите, давайте мы сегодня первый шаг сделать, чтобы 62% увидели, чтобы это были не стрелочники. К остальными обращаюсь. Давайте вместе создадим какую-то общую историю, общий сайт, возможно, общую базу, куда мы будем складывать всю эту информацию, продукцию и все документы, которые есть по этой трагедии. Я, со своей стороны, как депутат, буду за этим следить. Если надо будет, буду приезжать. Тем более, теперь у меня есть обязательства перед Натальей, поскольку я взял ее на поруки и должен буду обеспечивать ее приход в правоохранительные органы и в суд. Но, опять же, давайте вместе. Только наша память и наши опущенные руки даст им возможность убедиться, что только 7% хочет справедливости. Остальные уже сейчас решили, что ее не будет. Я думаю, что она должна наступить. И давайте как-то с большим оптимизмом отзываться к этому вопросу, понимая даже, что есть плохой опыт. Что ж, спасибо большое. Еще раз благодарю вас за откровенные ответы. Всего доброго. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова